Атоми придерживается системы абсолютного качества по абсолютной цене. Мы продаем продукт по доступной цене не потому, что он плохого качества. Ведь в первую очередь мы смотрим на качество продукта. Только качественный товар проходит отбор. После выбора продукта мы устанавливаем минимальную цену, которую можем предложить за его абсолютное качество. Это и называется абсолютная цена. Так как наши продукты являются продуктами повседневного пользования, даже если вы не купите их у нас, вы в любом случае их купите. Как не посмотреть, эти товары даже более необходимы в быту, чем еда. Ну, к примеру, женщина, которая куда-то опаздывает. Что она скорее выберет, сделать макияж или поесть? Все верно, женщина скорее пропустит обед, чем не накрасится. Другими словами, в некоторых случаях макияж важнее еды. И даже если вы весь в долгах. Даже в этом случае вы моете голову шампунем. Я прав? Я пытаюсь сказать, что продукты Атоми – это продукты повседневного пользования. Но наши продукты более высокого качества и по более доступной цене. Так что я не вижу причин не пользоваться ими. А сейчас вы должны сделать выбор. На свете не очень много людей, которым можно доверять. Но если вы никому не доверяете, вы также не сможете добиться успеха. Но прежде чем начать доверять кому-то, сначала вы должны начать доверять себе. Многие люди не доверяют себе. Я пытаюсь сказать, что вы, как минимум, должны быть экспертами в продукции. Можете ли вы уверенно сказать, хороший это продукт или плохой? Конечно, можете. Дальше, можете ли вы сказать, дорогой это продукт или нет? Конечно. Это значит, что вы можете быть хорошим потребителем. Если вы думаете, о, продукты Атоми дешевле, чем аналоги. То все, что вам надо сделать, это сказать об этом другим людям. Далее, вы должны рассказать, какого качества этот продукт. Сущность бизнеса Атоми не в том, чтобы продавать наш продукт. Сначала вы сами должны использовать продукт. Дальше найдите людей, которые хотят качественную продукцию. Вы должны найти таких людей, которые тоже будут использовать этот продукт. Эти люди будут довольны. Это абсолютно верный способ получать вознаграждение от компании. Вознаграждение – это благодарность от компании. Это соответствующая награда за вашу работу. Но большинство людей стесняются предлагать продукцию. Если вы именно такой человек, то вам не стоит беспокоиться. Наш бизнес не нацелен на продажу. Наш бизнес нацелен на потребление. Если этот продукт хороший, доступен, будете ли вы его использовать? Конечно. Тогда все, что от вас требуется, это рассказать, какой хороший это продукт окружающим. Тогда люди начнут этим пользоваться. Поэтому важно сначала самому пользоваться продукцией. Если вы рассказываете, как хорош этот продукт, не пользовавшись им, другие сразу поймут это по вашему выражению лица. После того, как вам действительно понравился продукт, вы можете советовать его другим. В Атоме нет вступительного взноса. Вам не надо покупать продукт на определенную сумму. Обычно в других сетевых компаниях вы должны сначала приобрести некую продукцию. Это законно, но каков результат? Вы должны приобрести продукцию на одну-две тысячи долларов, чтобы начать бизнес. В будущем это может принести убытки вашему бизнесу. Поэтому в Атоме нет вступительного взноса. Есть еще кое-что, что делают другие компании. Они устанавливают обязательные закупки. Хотя вы еще даже не получили прибыль, но вам опять надо приобретать товар. У вас может быть избыток продукции только потому, что вам надо покрывать обязательную сумму закупок. Это достаточно обременительно для участников. Особенно, если у вас переизбыток товара. Вот почему в Атоме нет такой системы. Сейчас вам, наверное, стало интересно. Сколько надо продать, чтобы начать зарабатывать? В среднем вам надо 100 тысяч PV от индивидуальных расходов. Это около 160 долларов. Если вы пойдете в ближайший магазин за пастой, щеткой, лапшой и другими товарами повседневного пользования, то сколько вы потратите? В месяц около 660 долларов. Правильно? У Атоми нет продуктов со всего мира. Поэтому мы выделили 160 долларов на основные покупки. Потребители, которые пользуются продуктами для здоровья, также тратят около 550 долларов в месяц. Если у вас есть семья, которая тоже пользуется нашей продукцией, тогда из 100 тысяч PV у вас получается 200 тысяч PV. Это неизбежно, так как все пользуются товарами каждый день. Правда? Вам надо построить структуру приблизительно из 50 семей. 50 в правую и 50 в левую ветку. Если вы достигнете этого, вы сможете получать 2-4 тысячи долларов. И вы станете мастером продаж. Это первый ранг. Но если у вас есть 50-100 семей в каждой ветке, и они будут покупать каждый месяц продукцию, когда будет заканчиваться шампунь, они будут покупать его снова, они будут покупать продукцию по мере использования. Их PV будут автоматически накапливаться. При таких регулярных покупках вы становитесь мастером автоматических продаж. Для того, чтобы получать непрерывный доход, первое, что вы должны сделать, это построить структуру из 50 семей в каждой ветке. Вы можете подумать, я даже не знаю 50 человек, но вам не надо знать их лично. В этом вам поможет ваша команда. Тогда вы сможете создать свою структуру из 50 семей в каждой ветке. Я знаю, что среди вас есть те, кто думает, что не умеет общаться с незнакомыми, и тем более предлагать им продукт. И в вашем окружении таких людей может быть очень много. Я вижу, многие из вас сейчас согласны со мной. Но вам не надо об этом волноваться. Потому что этот бизнес, хоть и похож на прямые продажи, но все-таки отличается. В прямых продажах вы должны уметь продавать. Но в сетевом маркетинге вы не должны ничего продавать. Вам не нравится продавать? Вам и не надо ничего продавать. Все, что вам надо делать, это использовать продукт. И дальше просто посоветовать этот продукт другим. Потом другие посоветуют его еще кому-нибудь и так далее. А система сделает подсчет и выплатит вам вознаграждение. Затем у вас может появиться вопрос. Что мне говорить человеку? Я не умею красиво говорить. Но все же вы не можете ничего не предпринимать. Правда? Было бы прекрасно ничего не делать. Но это невозможно. Правильно? Но в то же время вы стесняетесь говорить. К счастью, есть выход. Вы просто должны пригласить их сюда. Есть быстрый путь для достижения успеха в Атоме. Не пропускать семинары компании. Самое главное – это прийти сюда. Даже одному. Что произойдет, если вы будете посещать каждый семинар? Вы приобретете навык говорить. Вы не можете разговаривать с другими, потому что вам нечего сказать про компанию. После посещения семинара вам станет проще понимать, что делать дальше. Но не все посещают семинары. Так что произойдет, если вы будете посещать семинары целый год? Вы сможете рассказать другим намного больше. Вы сможете сказать, вы не правы, давайте я вам расскажу. Так что если вы будете посещать семинары на протяжении года, вам точно будет что сказать другим. Главное — это набраться опыта. Для этого просто посещайте семинары, и однажды вам станет скучно приходить одному. Вы начнете приглашать людей. «Эй, Сунхи, Чельсу, пойдем со мной на семинар». Если они не придут в этот раз, попробуйте пригласить их в следующий. Если вы будете продолжать приглашать, один из ваших друзей согласится. Потом этот друг может задуматься. «Мм, этот бизнес подходит мне?» Я могу иногда посещать семинары и слушать лекции. И однажды ваш друг поймет, что это стоило того. Все, что вам надо делать, это приглашать людей на семинары. Возможно, один из них окажется очень талантлив. Этот человек может иметь знакомых за границей. Тогда ваша структура может стать международной. И одна из ваших веток станет еще сильнее. Атоми имеет бинарную систему. В бинарной системе у вас есть только две ветки. Вы должны расширять обе ваши ветки. Ваши вознаграждения будут вычисляться по вашей меньшей ветке. В большинстве случаев, когда вы начинаете строить структуру, многие думают, что это очень сложно. Но все, что вам необходимо сделать, это прийти сюда и слушать. Как долго вы должны это делать? Всегда. Просто продолжайте посещать семинары. Сначала вы будете ходить один, потом вы пригласите друга. В нашем окружении обычно находятся люди, похожие на вас. Большинство людей общаются с похожими на себя людьми. Если это бизнес, где только умные смогут добиться успеха, тогда должно быть людям менее умным будет сложно понять эту систему. Однако для успеха в Атоме вам не надо быть гением. Ну, предположим, что вы не самый умный человек. Тогда кто находится в вашем окружении? Да, такие же, как и вы, не гении. Но внезапно может появиться талантливый человек, ведь так? Но самое интересное, что не имеет значения, когда он появится. Десятым, сотым или тысячным человеком в вашей структуре. Это не повлияет на ваше вознаграждение. Будет этот умник первым или десятым. Почему? Потому что компания вычисляет вознаграждение, основываясь на всей вашей ветке. Это и есть бесконечная система. Это мечта сетевого маркетинга. Вы можете строить свою структуру бесконечно. Это правда удивительно. Как это возможно? Это отличительная черта Атоми. В других компаниях вы строите структуру, где вы можете получить вознаграждение, только поднявшись на следующий уровень. И все, кто под вами, не имеют к вам отношения. У них есть ограничения. В компаниях, которые ставят ограничения в уровнях, успеха могут достичь только люди в самом верху. Только те, у кого есть преимущество. Как я и говорил, вас окружают похожие на вас люди. Но представим, что где-то вдруг внезапно появился гений. Но этому человеку не интересно с вами. С одной стороны, это может показаться справедливой системой. Вы можете сказать, да, это верно, ведь только умные люди могут добиться успеха. Лучше умному стать успешным, чем глупцу. Если вы гениальны, то лучше идти в эти компании. Однако наша компания не только для гениев. Вы не считаете, что нам нужна хотя бы одна компания для обычных людей? Вот почему наша бинарная система такая простая. Но ведь это так? Да. Вот почему. Чем сильнее и упорнее вы пробуете себя в атоме, рано или поздно вы добьетесь успеха. От вас зависит только когда. Если у вас где-то тут появится стар мастер, вы добьетесь успеха еще быстрее. Остальная структура может быть не такая активная. Но внезапно появляется талантливый человек. Все, что вам надо, это терпение. И вы сможете стать успешными. Более того, мы единый глобальный магазин. Ваша линия не должна заканчиваться в Корее. Вы можете начать структуру с участниками из других стран. Все страны могут быть связаны через атоме. Все, что вам надо иметь, это ваш ID. Представим, что тут у вас в структуре корейский участник. Но этот участник может зарегистрировать участника из Америки. Американец зарегистрирует участника из Камбоджи. Участник из Камбоджи может зарегистрировать участника из Японии. Японский участник зарегистрирует участника из Сингапура. Участник из Сингапура может подписать мексиканца или канадца. Поэтому Атоми — это единый глобальный магазин, который объединяет всех. Это потрясающая возможность. Мы живем в глобальном мире, правильно? Так много корейцев, которые живут за границей. Сейчас вы можете думать, что Корея уже занята, что все являются участниками, поэтому я никого не найду. Не волнуйтесь. Еще так много возможностей за границей. Вот почему. Вы можете начать бизнес Атоми в Корее и выйти на международный уровень в любое время. На данный момент система Атоми полностью готова для работы. Вы знаете, какое единственное препятствие? Это ваши сердца. Вы должны увидеть потенциал в Атоми. Этот бизнес не о вашем таланте. Он о системе Атоми. Если бы это была система, в которой вы можете преуспеть, только рассказывая лекции, как я, тогда, я уверен, почти 90% из вас отказались бы от этого. Но вам не надо вести лекцию. Вам надо просто привести человека сюда, чтобы он послушал эту самую лекцию. Тогда этот человек приведет других людей. Вы можете преуспеть, просто делая это. Если вы будете продолжать делать эти простые действия, в один день очень компетентный человек появится в вашей структуре, который начнет рассказывать всем, какая прекрасная компания Атоми. Он начнет снимать видео на YouTube для продвижения другим людям. Это может быть молодой человек, который начнет работать во всем мире. Так возможно это или нет? Конечно, возможно. Мы бросаем себе вызов не потому, что мы на 100% уверены в себе. Даже если процент успеха низкий, мы должны бросить себе вызов, потому что это того стоит. Вот почему мы беремся за это. Будьте смелее. Смелость — это не отсутствие страха. Смелость — это встреча со своими страхами лицом к лицу. Не бойтесь неудач. Атоми не просит от вас вложений. Мы не говорим вам покупать кучу продукции. Вам не надо делать ничего. Все, что вам надо делать, это пользоваться продукцией Атоми и рассказывать другим, насколько она хороша. Просто замените ваши повседневные товары, которые вы покупали в магазине у дома и интернет-магазинах, на продукцию Атоми. Тогда вы поймете, что товары Атоми отличаются от ваших прошлых покупок. И вы делитесь этой находкой с другими. А товары Атоми лучше других. У Атоми нет физических магазинов и рекламы. Они тратят эти деньги на выплаты своим участникам. Так что давайте использовать эти товары и становиться богаче. Вы просто должны говорить это людям вокруг. Как вы думаете, люди будут вас слушать? Это не имеет значения. Почему? Вам надо всего несколько человек, которые вас выслушают. И тогда эти несколько человек приведут еще несколько. Так что я хочу посоветовать вам просто рассказывать людям об этом. Просто рассказывать им о продукте и бизнесе в Атоме. Люди сами решат, подходит им это или нет. Это называется закон единомышленников. Если вы поймете этот принцип, тогда вы полностью поймете этот бизнес. От вас зависит, рассказать или нет. Но готов ли человек присоединиться к Атоме? Или просто потреблять товары после вашего рассказа? Это зависит от другого человека. Вы не можете контролировать человеческие желания. Поэтому все, что от вас требуется, это рассказывать другим об Атоме. Большинство из тех, кто говорит, что этот бизнес тяжелый, эти люди, которые боятся чужого отклика. Они не спят всю ночь, а после чувствуют себя уставшими. Они ничего не сделали, а уже устали. Они думают, как будут предлагать кому-то Атоме и представлять, как их не будут слушать. Или думают, ой, у этого человека такой характер, он точно не будет слушать. Но вдруг вы начнете говорить, и этот человек заинтересуется. Поэтому мы не должны предугадывать реакцию людей. Вы не должны вешать ярлыки на людей. Потому что вы никогда не можете предугадать мысли другого человека. Вот почему вы просто должны говорить со всеми. Однажды вы рассказали им об Атоме. Но вы не знаете, когда вам могут ответить. Со временем обстоятельства могут измениться. Этот человек может поменять свое мнение. Это редкость, когда человек заинтересовывается с первого раза. Если вы продолжите рассказывать людям об Атоме, их мнение может поменяться. Так что, когда вы говорите с людьми, помните об этом. Если вы не рассказали человеку 10 раз, значит, вы вообще не говорили. Так что вы должны рассказать человеку об Атоме как минимум 10 раз. Вместо того, чтобы уговаривать кого-то за один раз, вам надо просто упоминать об этом. Как говорится, вода камень точит. Я собираюсь заработать 100 тысяч долларов. Этот продукт такой хороший. Хочешь пойти на семинар со мной? Они могут сказать, я не могу, я занят. Вы должны ответить, окей, может быть, в следующий раз. И потом опять, я встретил столько людей, которые зарабатывают в Атоме. Это удивительная система. Это другой мир. Если они не реагируют, в другой раз расскажите им снова. Я правда видел людей, которые зарабатывают 100 тысяч долларов в месяц. Если вы будете продолжать так делать, В определенное время они могут поменять свое мнение. Есть еще одно преимущество компании. Это то, что у нас есть определенный максимум, который вы можете заработать в Атоме. Если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в месяц, вы не сможете зарабатывать больше этого порога. Есть ли люди, которые правда зарабатывают 100 тысяч долларов, присоединившись 10 лет назад? Конечно, есть. Но представим, если бы они зарабатывали больше, 1 миллион или 10. Это бы мешало людям, которые присоединились позже. Сетевые компании могут отдавать обратно только 35% дохода. Если люди на высших ступенях получают огромную сумму, те, кто ниже, останутся ни с чем. Вот почему существует потолок. Так что те, кто присоединился раньше, зарабатывают фиксированную сумму. И даже если вы пришли позже, вы все можете встретиться в той точке. Вот почему даже если вы присоединились позже, вы можете стать номером один. Эта система распространяется на всех. Это не та система, где выигрыши только те, кто присоединился первым. Даже вы можете зарабатывать столько же. Те, кто пришел позже, имеют те же права. По-другому эта система бы не работала. Большинство сетевых компаний не имеют потолка. Это и отличает Атоми от остальных. Вы можете зарабатывать одинаково. Не имеет значения, первыми вы пришли в компанию или намного позже. Сейчас у новичков больше шанса преуспеть, чем у участников с 10-летним стажем работы в Атоме. В те времена у нас не было офиса, даже каталога. Сейчас ситуация намного лучше, чем раньше. Сегодня есть много успешных участников, и у нас есть свое здание, мы стали глобальной компанией. Сам факт того, что любой может присоединиться к бизнесу Атоми, это уже огромный плюс. Все это значит, что вы находитесь в намного лучшей ситуации. На этом я заканчиваю свою лекцию. Спасибо.